Как это все реализовано в программах 1С? Я расскажу вам про эти изменения, что у нас произошло в течение последнего года, наверное, 9 месяцев. Сначала мы поговорим о нерабочих днях, больничных, о правилах расчета больничных, об НДФЛ и страховых взносах. Коронавирус, первую пандемию, первую волну мы пережили, и, соответственно, бухгалтера все со мной согласятся, что нам было очень тяжело понять, как правильно рассчитывать, как правильно оплачивать нерабочие дни и все такое. Но мы с этим справились, мы молодцы. Я поздравляю вас всех и можем поздравить друг друга. Тем не менее, сейчас нам нужно сдавать отчетность уже за 9 месяцев. Дальше у нас годовая отчетность на носу. Соответственно, нужно еще раз проверить, как у нас в программе все начислено, и в случае, если что-то не так, то поправить все ошибки. По нерабочим оплачиваемым дням. До сих пор у нас в Трудовом кодексе они так и не закреплены. То есть в Трудовом кодексе, в Трудовом законодательстве у нас, в принципе, нет понятия нерабочих дней. Первый раз это понятие мы услышали в марте 2020 года и очень удивились. То есть мы не знали, что с этим делать. В связи с этим вышло много достаточно нормативных актов. В частности, и по итогам из всех этих нормативных актов нерабочие дни разделились на три группы. Первая группа это наши нерабочие дни марта-мая. Они уже закончились, но тем не менее, я вот даже до сих пор в работе встречаю, что было что-то не очень правильно начислено в программе из-за того, что еще, например, в марте не было разъяснений, никто не знал, как это все делать, что-то сделали, закрыли, но сейчас вот ползут ошибки уже в конце девяти месяцев по отчетности. Поэтому еще раз вот проговорим это и проверьте у себя. Итак, первая группа нерабочие дни марта-мая. Они установлены, указаны президента Российской Федерации. Были установлены как нерабочие, но оплачиваемые дни. Три указа у нас было. В этих указах есть одно общее то, что эти нерабочие дни были разные для применения для разных организаций. То есть для каких-то организаций мы обязаны были применять, если наша организация попадала в перечень компаний, которые должны уйти на карантин, да. А если же компания относилась к непрерывно действующей, то она продолжала работать. Соответственно, положение правила об нерабочих днях для нас тогда в этом случае не действовали. То есть перечни работающих организаций по нерабочим дням марта-мая, они различаются. Какие особенности этих нерабочих дней марта-мая? Что они не относятся ни к выходным, ни к нерабочим праздничным. На строевом кодексе закреплены только выходные или нерабочие праздничные дни. Эти нерабочие дни, они не относятся ни к тем, ни к другим. Они не уменьшают общую норму времени в месяце, норму рабочего времени. Также они не включаются в число дней отпуска. И если у вас сотрудник был в этот период в отпуске, то отпускные дни у него тратились. И отпуск на эти дни не уменьшался, не продлевался. Как вот если, когда у нас отпуск попадает на выходные, на праздничные дни. Эти нерабочие дни марта-мая у нас оплачивались в обычном неповышенном размере, в одинарном. И работа в эти дни, и не работа в эти дни. То есть если ваша компания принимала решение работать, не относилась к таким, которые обязательно должны были быть и на карантине, то в этом случае мы оплачивали в одинарном размере. Если же у нас сотрудники сидели дома, то тоже так же было все в одинарном размере. В программах 1С сейчас есть уже все необходимые обновления в связи с этими нерабочими днями. И в табеле у нас используется новый вид времени ОН. Он уже в программе есть. Настроить периоды нерабочих дней мы можем в разделе настройки. Там у нас раздел настройки, расчет зарплаты. И мы можем галочками отметить. То есть если, например, организация с 30 марта по 3 апреля у нас не работала, а дальше уже все вышли на работу и продолжили работу в обычном порядке, то мы можем отметить галочками те периоды, в которые организация фактически работала. И в таком случае в табеле у нас все будет заполняться, явки сотрудников будут заполняться как явки. Следующая группа нерабочих дней – это дни 24 июня и 1 июля. То есть после того, как в период пандемии у нас были эти нерабочие дни, правительству, видимо, это понравилось, и они стали в любой непонятной ситуации отправлять людей на нерабочие дни. Для нас это, конечно, чревато тем, что, опять же повторюсь, не закреплено в трудовом законодательстве, поэтому каждый раз непонятно, что с этим делать. И 24 июня и 1 июля отдельные такие нерабочие дни, они тоже закреплены были указом президента Российской Федерации, но при этом они были обязательны для всех организаций, без каких-либо исключений, то есть в эти дни все сотрудники должны были не работать. Но правила оплаты для этих рабочих дней у нас разные. То есть эти дни у нас также не относятся к выходным и нерабочим праздничным дням, они не исключаются из нормы рабочего времени, не уменьшают ее, не включаются также в число дней отпуска и не продлевают отпуск на эти дни. Но 24 июня у нас, согласно письму Минтруда России, от 17 июня 2020 года, 24 июня мы должны были оплатить в обычном размере, если у нас сотрудники все-таки работали в этот день. А 1 июля, если мы вызвали сотрудников на работу в этот день, то должны мы оплатить их в двойном размере. То есть разный порядок оплаты. То есть из этого следует вывод, что на будущее, если у нас с указом президента будут опять введены какие-то нерабочие дни, то обязательно смотрим письмо Минтруда. У нас нету законодательно закрепленных положений, как нам эти дни оплачивать, как работу в эти дни оплачивать. По умолчанию в программах 1С нерабочие дни и оплата за них, она не учитывается при расчете среднего заработка. Но некоторые компании и, в принципе, и бухгалтера, и методисты, и аудиторы, они не согласны с этим и считают, что все-таки нужно оплачивать, все-таки нужно включать в расчет среднего заработка оплату за нерабочие дни. Соответственно, в 1С вы можете поставить, если у вашей организации принято такое решение, что будет включаться оплата за нерабочие дни в расчет среднего заработка, то в настройках в разделе расчет зарплата, там же, где вы выбираете нерабочие периоды, там же ставите, можете поставить галочку и учитывать оплачиваемое нерабочее время и суммы в среднем заработке. И таким образом алгоритмы программы у вас начнут все считать правильно. Следующая, третья группа нерабочих дней – это региональные нерабочие дни. В мае президент передал регионам полномочия об установке своих нерабочих дней. То есть у нас каждый регион может в любое время установить на своем местном законодательном уровне, выпустить приказ и установить какой-то день нерабочим. Например, вот там, не знаю, 31 декабря вот в Санкт-Петербурге будет нерабочий. С точки зрения общих трудовых отношений, такие региональные дни, они аналогичны общероссийским, но действуют в конкретном только в регионе. При этом оплата среднего, оплаты, такие дни также должны оплачиваться, не уменьшают они норму рабочего времени и не уменьшают зарплату сотрудника, но при этом в среднем заработке мы их учитывать не должны. Соответственно, такие региональные нерабочие дни, они в каждом регионе свои, поэтому мы их выделяем в третью группу. Следующий раздел – это больничные листы. Также у нас в марте, в апреле были изменения по больничным листам, по оплатам больничных листов в связи с карантином для лиц старше 65 лет, в том числе изменения по среднему заработку для оплаты больничных листов. Сейчас мы все это рассмотрим. По карантинным больничным, если у человека был положительный тест на ковид, то он, соответственно, должен был получить больничный лист, ну и сейчас должен получить больничный лист и, соответственно, отсидеть карантин и предъявить потом этот больничный, он может, для оплаты. Если он получает электронный больничный лист, он его может получить самостоятельно на сайте ФСС. И все электронные больничные листы в связи с ковид оплачиваются по схеме прямых выплат. То есть непосредственно ФСС выплачивает напрямую сотруднику. В регионах с зачетной схемой, в частности, вот в Санкт-Петербурге у нас зачетная схема оплаты больничных листов, такие электронные больничные листы создаются заполнением из базы данных ФСС. То есть мы специально, когда создаем в базе больничный лист, мы подтягиваем данные из ФСС туда. И также электронный больничный лист в этом случае все равно будет оплачен напрямую. Отличие для бумажных листков, они оплачиваются обычным образом. То есть если это регион с прямой выплатой, то напрямую. Если это регион с зачетной выплатой, то работодатель в обычном режиме его оплачивает сотруднику и потом возмещает в ФСС, ну либо уменьшает свои страховые взносы. И бумажные листочки нетрудоспособности у нас сотрудник получает в обычной поликлинике. Больничные листы для сотрудников 65+, ну то есть для тех, кто старше 65 лет. Указами президента России предусмотрено, что такие сотрудники должны сидеть на карантине. Несколько указов, которые продлевали это правило, да, было вот выпущено 4 указа. То есть по 11 июня у нас сотрудники 65+, включительно сидели на карантине. Для лиц, которые достигли 65 лет, но они продолжают работать, у них есть, ну была возможность оформить больничные листы даже без их заявления какого-то особенного. Оформлялись на них больничные листы. Кроме тех, конечно, кто находился в отпусках. И на них оформлялись только электронные листки нетрудоспособности. И, соответственно, оплачивались они по схеме прямых выплат во всех регионах без исключения. От нас, как от бухгалтера, требовалось передать заполненный реестр прямых выплат в ФСС. И, в общем-то, и сейчас это тоже требуется, если у нас сотрудник старше 65 лет идет на карантин. То есть по карантину сохранилось... Карантин у нас перешел в регионы сейчас, да. То есть каждый регион устанавливает свои карантины. Вот, в частности, в Москве сейчас отправили сотрудников опять на карантин. И, соответственно, сотрудники старше 65 лет снова могут получить такие больничные листы и сидеть дома. Для регистрации отсутствия сотрудника мы в программе регистрируем документ «Больничный лист» на основании того больничного листа, который мы загружаем из базы ФСС. В программе 1С ЗУП есть специальное расширение прямые выплаты сотрудникам старше 65 лет. В нем предусмотрены некие дополнительные команды для заполнения реестра прямых выплат, ну, то есть кнопки, грубо говоря. И есть также возможность редактирования периодов самоизоляции. Вот таким образом это выглядит. Мы можем здесь заполнять автоматически. И также в связи с тем, что региональные периоды могут в каждом регионе устанавливаться самостоятельно, каждый регион может самостоятельно устанавливать карантин. Соответственно, по своему региону мы добавляем период карантина самостоятельно с помощью этого расширения. То есть автоматически они не загружаются. Те периоды карантина, которые были для всей России одинаковые, они автоматически в программе уже есть. А те периоды, которые у нас на уровне региона устанавливаются, мы добавляем в программу вручную. Ну, они с помощью этого расширения. Соответственно, региональные больничные листы для работников старше 65 лет. Возможность их выдачи установлена постановлением правительства, которое непосредственно передало разрешение регионам уходить на карантин, принимать такие решения на локальном местном уровне. И с 15 июня на период самоизоляции, который утвержден решением властей региона, сотрудник может получить такой электронный лист нетрудоспособности. Перечень таких периодов также опубликован на сайте ФСС. Вы всегда можете посмотреть на сайте, есть ли в вашем регионе карантин. Ну, собственно, это и так известно. И периоды, соответственно, следует добавлять самостоятельно по мере появления нормативного акта по региону. Ну, вот то, что я показала на предыдущем слайде. Вы добавляете в реестре дополнительно период. Дальше переходим к расчету пособиям по больничным листам. Какие у нас изменения произошли? С 19 июня у нас вступил в силу федеральный закон 175 ФЗ, который исправил ошибку по расчету больничных листков из МРОД. Такая была ошибка на законодательном уровне. То есть нигде в законодательстве не было закреплено, что действуют районные коэффициенты для расчета больничных из МРОД. Соответственно, в программе 1С этого тоже не было и возникало достаточно много запросов по поводу того, чтобы добавить. Ну вот, то есть с тех пор, как этот закон принят, в программе 1С ЗУП добавлена возможность учитывать районный коэффициент при расчете больничного листа из МРОД. Также у нас поменялось правило расчета пособия за ежемесячного пособия с 1 апреля. С 1 апреля 2020 года мы должны сравнивать рассчитанное из МРОД пособие с минимальным пособием. То есть федеральный закон от 1 апреля 2020 года номер 104 ФЗ установил, что минимальное пособие за месяц, рассчитанное из МРОД, не должно быть меньше некого порога, не должно быть меньше минимального размера месячного пособия. То есть каким образом это работает? Во-первых, это выгодно для тех людей, которые только недавно начали работать и с небольшими заработками. В частности, вот минимальный размер пособия у нас, например, для сотрудника на слайде показано, составляет 372 рубля. На конкретно этом слайде размер дневного пособия больше, но часто такое бывает, что он и меньше. Если у сотрудника нет заработка за предыдущие два года, то у него будет гораздо меньше больничный лист. Соответственно, в этом случае мы оплачиваем не из среднего, не из расчета дневного пособия МРОД, а из минимального размера среднедневного пособия. Если вы начисляли уже больничные, вот с 1 апреля, если у вас в организации были больничные, то вы это уже, скорее всего, увидели. Соответственно, при заполнении больничного листа мы также прописываем минимальные размеры дневного пособия. Следующее изменение – это то, что у нас выровнены минимальные размеры пособий по уходу за детьми, за первым и последующими детьми. Ранее у нас пособия по уходу за детьми за первым ребенком было 3375 рублей, а за вторым и последующими – 6751 рубль 54 копейки. С 1 июня минимальный месячный размер пособий составляет 6752 рубля и не зависит от очередности ребенка. То есть это пособие у нас выше пособия исчисленного из МРОД и достаточно улучшило права наших молодых мамочек. Следующий раздел – это раздел по НДФЛ. Рассмотрим сейчас сроки уплаты налогов, налогообложения выплат медикам и налоговое резидентство. По срокам уплаты НДФЛ из-за нерабочих дней, вы все знаете, что у нас переносились сроки уплаты некоторых налогов, но в части НДФЛ не было предусмотрено непосредственно переноса срока уплаты налогов. Предполагается, что для этого не требуется никакого отдельного нормативного акта. Соответственно, для тех организаций, которые не работали в период нерабочих дней в соответствии с указом президента, которые там были поименованы и действительно не работали, для них срок уплаты налога был перенесен. Например, на 6 мая и в дальнейшем уже на июнь был перенесен этот срок. Соответственно, в декларации 6 НДФЛ у нас выплаты, в частности, вот зарплата за марк, она у нас попала в декларацию 2-го квартала, даже если она была выплачена в марте и сам НДФЛ был начислен и уплачен в марте, потому что срок уплаты у нас перенес на июнь. Прошу прощения. Для тех организаций, которые работали, для них переноса сроков в связи с нерабочими днями не было предусмотрено. То есть, если ваша организация была поименована в этом списке, но при этом продолжала работать, срок уплаты НДФЛ у вас оставался таким же, как и раньше, то есть следующий день после непосредственной выплаты зарплаты. Использовать переносы в связи с нерабочими днями вы не имели права. В программе в настройках учетной политики необходимо в этом случае поставить галочки, в какие дни вы работали. Тогда программа будет правильно заполнять отчетность, в частности, 6 НДФЛ. Я столкнулась с тем, что отчетность по 6 НДФЛ неверно заполняется, а в этом случае нужно просто зайти в учетную политику и поставить галочки тех периодов карантина, в которые ваша компания работала. Или наоборот, снять галочки, если она не работала. По нерабочим дням 24 июня и 1 июля, то срок уплаты налогов, он переносится по умолчанию для всех организаций. То есть, если, например, вы выплачивали, у вас срок выплаты налога пришелся на 24 или на 1 июля, в частности, если вы увольнение выплатили. Соответственно, срок уплаты у вас перенесся на следующий рабочий день. В программах 1С это реализовано, безусловно, и без всякого участия пользователя никаких дополнительных галочек ставить не нужно. Все сроки уже учтены. По третьему блоку нерабочих дней, по третьему типу нерабочих дней, региональных нерабочих дней, такие дни устанавливаются непосредственно на местном законодательстве и нигде в общероссийском законодательстве, в федеральном не предусмотрено основание для переноса срока уплаты НДФЛ в связи с тем, что где-то там в каком-то регионе он в этот день признан нерабочим. То есть учитывайте это, если в вашем регионе есть какой-то нерабочий день на местном уровне, то сроки налога у нас при этом не переносятся, потому что налоги у нас являются федеральными, в частности НДФЛ. По выплатам медикам, если у вас в штате есть такие медицинские работники, которые были заняты непосредственно в борьбе с коронавирусом, и им выплачиваются выплаты стимулирующего характера, то есть дополнительные какие-то премии к зарплате, то такие премии не облагаются НДФЛ в случае, если соблюдаются два условия. Первое – это премия, и второе – эти премии покрываются из бюджета, то есть источником финансирования их являются бюджетные дотации. Такие подобные выплаты медикам, они учитываются в среднем заработке, но при этом средний заработок, рассчитанный таким способом, он уже облагается налогом на общих основаниях. По налоговому резидентству, в связи с тем, что многие сотрудники могли застрять за рубежом, и, соответственно, мог пройти уже срок резидентства Российской Федерации, то был выпущен специальный закон по этому поводу, что резидентом может быть признано лицо, которое самостоятельно подало в налоговую заявление о том, что задержался в другой стороне не по своей воле. То есть если ваши сотрудники застревали в период коронавируса, пандемии, поехали в командировку и застряли там, но при этом не подали заявление в налоговую самостоятельно, то вы должны, соответственно, пересчитать, изменить его статус и пересчитать МФЛ по ставкам для нерезидентов. По страховым взносам. Переходим к страховым взносам. Рассмотрим сроки уплаты и новые тарифы. Перенос сроков уплаты налогов у нас утвержден постановлением правительства номер 409. И в нем установлено, что для микропредприятий, для тех субъектов малого-среднего предпринимательства, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям, у нас перенесены сроки выплат с марта, сроки уплаты страховых взносов с тех заработных плат, которые мы выплачивали в период с марта по май, сроки уплаты у нас перенесены на 6 месяцев. С зарплаты за июнь-июль, с тех выплат, которые были произведены в этот период, сроки уплаты страховых взносов у нас переносятся на 4 месяца. Но, соответственно, не для всех организаций. Также не для всех организаций, а только для наиболее пострадавших и тех, которые включены в реестр МСП, у нас установлен нулевой тариф страховых взносов. То есть нулевые ставки, соответственно, нам простили налог за второй квартал. Для этого организация должна быть соблюдена два условия. Она должна быть включена в реестр МСП и должна относиться по коду ОКВЭД к страдавшим отраслям. Проверить, полагается ли что-то вашей организации, можно на сайте налоговой. Я думаю, вы уже знаете про это, но на всякий случай, кто не знает. Также еще есть некоммерческие организации, которым тоже полагается нулевой тариф страховых взносов. Но некоммерческие организации, они должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, например, который выпускался отдельно и позже, гораздо позже. Поэтому проверяйте себя вот в этом реестре некоммерческих организаций. Было такое, что организация уже есть в этом реестре, соответственно, имеет право применять нулевой тариф. Но на сайте налоговой при проверке ННН выскакивало сообщение, что никаких льгот не полагается. В случае, если вы, например, за полугодие все-таки заплатили налоги и сдали расчеты РСВ с обычными ставками, но потом в дальнейшем были включены в реестр, проверьте себя еще раз и можете тогда подать корректировку. Соответственно, по нулевому тарифу остаются взносы на несчастные случаи профзаболевания, а также какие-то дополнительные взносы, если у вас вредные условия труда. Мы платим тогда только их. В РСВ в расчете по страховым взносам у нас это отображается отдельный лист приложения к разделу 1. Код тарифа при этом будет 21. В программе 1СЗУК непосредственно в учетной политике вам нужно зайти и поставить тариф, поменять тариф для того, чтобы программа пересчитала все страховые взносы по нулевому тарифу. Это делается в учетной политике в разделе в карточке организации. Для субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден также на федеральном уровне, федеральным законом отдельный и пониженный тариф для страховых взносов. Также у себя в программе 1СЗУК непосредственно в учетной политике нужно этот тариф установить. То есть если, например, ваша организация относится к наиболее пострадавшим и ей полагается нулевой тариф, то на период с апреля по июнь вы проставляете код 21 нулевой тариф, а с июня заходите опять в учетную политику, с 1 июля проставляете тариф для субъектов МСП. Только в этом случае вам программа будет считать правильно. Но делайте это, соответственно, в самих настройках учетной политики. Пониженные тарифы предполагают, что для тех организаций, которые были включены в реестр до 1 апреля, в реестр МСП, им можно применять пониженные тарифы с 1 апреля. Если же ваша организация не была включена в реестр, такие случаи тоже бывают достаточно часто, и потом вы подали в налоговое уведомление о том, что вы относитесь к малому и среднему предпринимательству, и вас включили в реестр, но уже позже, то применять пониженные тарифы вы имеете право с того месяца, в котором вас включили в реестр. То есть если в августе включили, то, соответственно, с августа. Тарифы предполагают то, что доходы в пределах МРОД в каждом месяце облагаются поставкам основного тарифа, то есть 30%, а с доходов свыше МРОД, то есть свыше 12 130 рублей, это будет пониженный тариф. При этом районный коэффициент у нас не учитывается к МРОДу, то есть МРОД един ко всем регионам без учета районного коэффициента. То есть мы считаем только с 12 130 рублей. Ставки у нас с доходов, которые превышают МРОД в каждом месяце, на пенсионное страхование 10%, как до предельной величины, так и сверх предела, а на обязательное медицинское страхование становится 5%. Соответственно, на ФСС тариф убирается от минимума. То есть всего и того пониженный тариф предполагает 15% с доходов в высшем роде. В РСВ это также отображается отдельным листом к приложению 1, к разделу 1, с кодом тарифа 20. Соответственно, если у вас ваша организация наиболее пострадавшая, и во втором квартале у нее был полностью нулевой тариф, а в третьем квартале у вас тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства, то имейте в виду, сейчас за третий квартал, вот вы будете сдавать за 9 месяцев РСВ, у вас будет 3 приложения к разделу 1. То есть не пугайтесь, это нормально, это правильно. Проверяйте, чтобы у вас все было правильно в РСВ. Также у нас возник вопрос по дополнительным выходным, по определению суммы взносов, которые исчислены с оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми инвалидами. Как в этом случае тогда считать, как будут считаться пониженные тарифы страховых взносов. И, соответственно, задали такой вопрос Минфин, и Минфин выпустил письмо соответствующее от 9 августа, что такие суммы взносов, они возмещаются в ФСС вместе с самой оплатой, и такие суммы взносов с каждого конкретного начисления определяются пропорционально вкладу начисления в общую налогооблагаемую базу. То есть в программах 1С это реализовано и будет рассчитываться самостоятельно, автоматически. Особенности отражения доходов. Я думаю, что вы тоже, если вы применяете пониженный размер страховых взносов, и у вас есть сложные начисления зарплаты, например, такие, как и сделка, и оклад, и премии, и оклад, и что-то еще, то вы уже могли увидеть, что облагаемые доходы, в том числе те, которые частично облагаются, они распределяются по двум тарифам. Распределяются они пропорционально вкладу в общую налогооблагаемую базу. И, соответственно, в расчете страховых взносов, если вы его детализируете, то в этом увидите, что распределение в программах 1С происходит попропорционально. В отчете расчета по страховым взносам целиком необлагаемые доходы отражаются по основному тарифу с кодом 0.1, а доходы по договорам ГПХ у нас также разделяются. В связи с тем, что доходы по договорам ГПХ у нас не облагаются страховыми взносами на страхование от несчастных случаев в связи с материнством по заболеваниям, то доходы по договорам ГПХ в приложении 1 они будут попадать на оба листа и с тарифом 0.1, и с тарифом 20, а в приложении 2 по обязательному страхованию ФСС они попадут только на лист 1 по тарифу 0.1. А в принципе на этом у меня все. Если есть у вас вопросы по начислению страховых взносов, то задавайте. В этом году у нас в принципе это все, что было принято из новых, но тем не менее для нас, бухгалтеров, это было достаточно существенные изменения, которые заставили поломать голову, как нам начислять страховые взносы, как нам их распределять, как нам их заполнять в расчет по страховым взносам. Со следующего года у нас будет изменение ставки страховых взносов, в частности для IT-компаний, но пока каких-то существенных прямо изменений у нас не планируется, таких больших. Итак, коллеги, если вопросов больше нет, то я благодарю вас за внимание, что вы пришли. Меня зовут Назаров Максим, я являюсь аналитиком по регламентированной отчетности. Вместе с вами мы рассмотрим особенности формирования декларации отчетов за период 9 месяцев этого года. Сразу должен сказать, что по большому счету формы отчетности не изменились, не изменился порядок заполнения отчетности. Новым являются те события, которые произошли в хозяйственной жизни предприятия, изменения налогового законодательства. И эти явления находят свое отражение в отчетности. То есть нас больше интересует порядок заполнения и то, какое отражение находят события в хозяйственной деятельности в регламентированной отчетности. Нужно сказать, что все отчетные кампании этого года проходят не совсем в обычных условиях из-за пандемии коронавируса. И антикризисные изменения законодательства и отчетная кампания за 9 месяцев не являются исключением. Сначала нужно повторить, что в настройках налогов и расчетов появился новый раздел. Называется антикризис. Картинка маленькая, но, надеюсь, вы знакомы с этим разделом. В этом разделе мы, соответственно, указываем, относится ли наша организация к особо пострадавшим. Можно дополнительно настроить сроки уплаты, новые сроки уплаты налогов и страховых взносов. И, конечно, из этого по ссылкам можно перейти к материалам на ИПС и получить более подробную информацию. Первое, с чего нужно начать, это право организации заявить о предоставлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам страховым взносам. Для этого законодатель предусмотрел определенные требования, которым должен соответствовать налогоплательщик. Он должен относиться к отраслям особо пострадавшим, а также подтвердить снижение выручки более чем на 10%, не менее чем на 10%. Первое, что могут сделать, наверное, самое простое, необходимое действие налогоплательщика в текущей ситуации, это проверить возможность получить отсрочку или рассрочку по налоговым и страховым платежам. Доконодатель предусмотрел ряд требований для этого. Компания должна относиться к пострадавшим отраслям, к списку пострадавших отраслей, а также снижение выручки организаций не менее чем на 10%. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис, в котором налогоплательщик может проверить, относится ли, кто проверить по ИНН, относится ли он по АКВЭДу к отраслям и, соответственно, может ли претендовать на отсрочки-расрочки. В разделе отчетности бухгалтерии 83 можно сформировать заявление, заполнить заявление для отправки в налоговую. Ну, соответственно, заявление состоит из трех частей. На первом указывается название, ИНН, желаемый срок и основание. Во втором разделе указываются налоги, налог КБК, по которому выплативший будет получить отсрочку или рассрочку. Также важно отметить, что для предоставления отсрочки на срок более шести месяцев необходимо предоставить обеспечение. Либо это будет банковская гарантия, либо это либо оставляется обеспечение по имуществу. движение. Важным, на мой взгляд, одним из интересных возможностей, которые имеются у всех платничек налога на прибыль является переход с авансовой формой оплаты налога на прибыль на авансовые ежеквартальные платежи. Начиная со второго года, со второго квартала законодатель повысил лимит доходов средней выручки считается за последние четыре квартала. Лимит повышен с 15 до 20 миллионов рублей и это дает возможность перейти на уплату ежеквартальных авансовых платежей без уплаты ежемесячных авансов. Это тот редкий случай, когда послаблением реально воспользоваться без каких-либо особых препонов. Достаточно лишь внести изменения в учетную политику. Это можно делать прямо сейчас, не дожидаясь, конца года, не дожидаясь. Второй кейс, вторая важная возможность предоставлена с апреля 2020 года, что в любой момент налогоплательщик может перейти на ежемесячные авансовые платежи, исходя с фактически полученной прибылью. К этой возможности могут присмотреться компании, у которых выручка составляет более стандартных. налога считать считать от фактически прибыли, полученные с января по сентябрь, по октябрь, по ноябрь, в любой момент до конца года может перейти на формат налога и платить соответственно из фактически полученной прибыли. Это особенно актуально для компаний, у которых произошло резкое падение выручки. Это действительно выгодно для предприятия, но конечно более затратно для отчетных работы. Отчетных придется по налогам на прибыль, декларацию придется формировать и отправлять в инфекцию ежемесячную. Это реально, что не приятно. Заявить о праве о переходе на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли можно, сформировав заявление в разделе 1С отчетности отправить в инфекцию. На слайде мы видим форму заявления, переходим, заполняем, еще страшного. Заявление носит уведомительный характер. также важно отметить, что предусмотрено освобождение от уплаты налогов авансов страховой вносов за второй квартал для предприятий страдавших от коронавируса. Это только второй квартал. переход возможен и для ряда некоммерческих организаций. соответственно для особо пострадавших налоги и отчетность формируются, но ставки налога и ставки страховых взносов рассчитываются по ставке ноль. В отчетности по страховым взносам по РСВ у нас соответственно формируется раздел вычислений по по тарифу 0.1 это общий случай, но если у вас несколько видов деятельности, несколько направлений в отчете РСВ за 9 месяцев у вас тариф 0.1 и 20 по снижней ставкам и по тарифам 21 5 соответственно для таких предприятий, которые для особо пострадавших и за второй квартал они освобождают налогоплательщики переходят на освобождаются от уплаты налога и по налогу на прибыль и УСН и сельскохозяйственные налоги и регионные налоги и страховые взносы имущества транспорта также важно отменить по имущественным налогам которые выплачиваются и по которым региональные власти определяют предоставлять льготы определять сроки уплата порядок уплаты всем нужно проверить рекомендуется проверить не только льготы предусмотренные федеральным законодательством но и льготы которые возможно могли быть предусмотрены региональным властям сейчас об этом не бывает в настройках для правильного формирования отчетности в настройках 1с в разделе настройки налогов по отчетности мы должны поставить тикер в детес пострадавшим отраслям так по бухгалтерской отчетности наверное то как я сказал что сама форма отчетности порядок заполнения изделились но мне должны правильно отразились те новации которые обсудили налоговое законодательство ну и соответственно у нас так по так в отчете в случае если предприятие относится к особо пострадавшим и налог на прибыль за второй квартал за полугод не может учиться и уплачиваться мы мы должны увидеть в отчетности начисление налога одновременно программа сформирует странируем 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 странировку налога налога в отчете о прибыли и убыках мы увидим вот такое движение по строкам отчетности то есть важно что налог если ваша компания получила прибыль налог был начислен так же мне хотелось так же мне хотелось сказать что ряд предприятий могли получить субсидии от государства об этом не скажем чуть-чуть больше соответственно субсидии тоже не субсидии не попадают неучредиваются доходы а соответственно расходы производителя за счет субсидии не исключается от расхода налога налога по таким расходам НДС поднимается в отчете в обучении паре субсидии так же мы должны должны отметить что в этот период когда субсидии пришли на удаленный режим работы у нас могли быть расходы по оплате электронных мы не столкнулись с зубом с оплатой платного скайпа электронных серверов обусловленных удаленной работы и у многих может клиент подпекали вопросы по принятию в расходы и освобождение вопроса о том как поступать с НДС которые есть по НДС соответственно по услугам оказывают электронные битвы в электронной битве иностранным провайдерами здесь важно не является темой посредственно этого доклада но важно что по налогоплательщикам которые стоят зарегистрируются на сайте федеральных услугах если не присвоен ДНН расчет проводят без задержания без уплаты агентства НДС одновременно скажем так по нашей практике далеко не все иностранные компании зарегистрировались на сайте в этом случае стоит вопрос все таки стоит ли при расчетах уплачивать в инспекцию агентский НДС или нет нет не нужно этого делать потому что это услуги в электронном виде и с 2019 года мы организации российские организации не являются по таким услугам налоговыми агентами будет цепловой случай по заполнению налоговой декларации по отражению в учете ну соответственно заполнение декларации НДС такого быть не должно так небольшие изменения по форме по форме бухгалтерской отчетности появились строки в каком строки в которых необходимо указать но если компания относится к если отчетность компании должна проходить обязательно аудит если по критериям деятельности по выручке по форме юридической правовой форме компания относится к если из многих факторов вытекает необходимость проведения аудита то вместе с отчетностью либо в течение 10 дней после сдачи отчетности необходимо отправить аудитическое заключение соответственно показан скриншот заполнения строка указывается ИН аудитической компании на этом слайде показаны критерии по которым можно проверить необходимо ли проведение обязательно необходимо ли подтверждать отчетность необходимо ли получать заключение в разделе 1С отчетность можно сформировать здесь показано как мы отправляем либо вместе как я уже сказал либо в течение рабочих 10 рабочих дней отправляем заключение в инспекцию за непредоставление предусмотрены административные штрафы и еще наверное стоит отметить о том что скажем так большая часть презентации описывает те формы обновления раздела 1С отчетность в которой появились возможности формировать различные обновления заявления в инспекцию скажем так функционал 1С существенно расширен здесь говорится на этой страничке приводится функционал по отправке промежуточной отчетности как вы знаете промежуточная отчетность является отчетность формируемая составляемая на годовую дату месячная квартальная обязательная отчетность является только годовая и по ликвидированным организациям формируется промежуточная отчетность кстати во многих предприятиях отчетность формируется управленческая она же она же бухгалтерская формируется может формироваться с любой периодичностью при этом тоже являться по запросу банков по запросу тендерных комиссий может формироваться промежуточная отчетность по имущественным налогам важно отметить что с 20 года у нас нет авансовых расчетов то есть налоги мы должны рассчитывать авансовые платежи мы рассчитываем самостоятельно отчетность расчета авансовых платежей мы в инспекцию не сдаем тем не менее расчет налогов в имущественных налогах в ДНС заложен в регламентных операциях производится начисление рекомендуется формировать расчеты печатать подписывать хранить как любой документ как любой первичный документ так сейчас и тут же наверное стоит сказать то что с отчетности за 20 год у ряда имущественных налогов отменяется отменяется декларация двадцатого года налога будет рассчитываться инспекцией самостоятельно налогоплательщик декларацию не подает и тут возникает вопрос а как быть с льготами которые которые мы заявляем при формировании раньше заявляли при формировании расчет расчетов авансов у нас есть право сейчас мы перейдем здесь необходимо сказать что так как мы не подаем инспекцию расчеты по авансовым платежам ну соответственно транспортные земельные имущества вот мы можем отправлять им мы вправе отправлять заявление о предоставлении тех или иных льгот опять же в единосе предусмотрено формирование заявлений по предоставлению льгот также ну вот в частности по транспортным налогам транспортным 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 запрещен с они не они в транспортном в транспортном